Чао, ты смотришь итальянский Селина, это 70-й урок, литвенно номеру 70. В прошлом уроке мы рассмотрели разницу между использованием конжунтиво посато и конжунтиво трапассато, в предложениях, начало которых требуется слагательного наклонения. Но конжунтиво трапассато можно перепутать и с конжунтиво имперфетто. Речь идет о предложениях, начинающихся с С. Итак, сегодняшний урок посвящен периоду ипотетику, то есть мы будем предполагать. Предположения бывают разными, одни еще могут осуществиться, другие уже не осуществились, но мы продолжаем о них вспоминать. И не всегда периода ипотетику связана именно с конжунтиво, ведь предположение может начинаться с С, но это С не будет обозначать «если бы», а будет обозначать «если». И тогда это условие, а не предположение. Это периода ипотетика первого типа. Если ты придешь, я тебе представлю своего жениха. Не если бы ты пришел, а если ты придешь. Это условие. Если ты не придешь, позвони мне. Если хорошая погода, то есть при условии хорошей погоды в субботу, мы пойдем гулять, будем совершать прогулку. Если же С используется не в таком значении, не в значении «если», а в значении «если бы», вот тут возможны варианты. Когда предположение, воля, изъявление, желание может реализоваться в настоящем или будущем, используется конжунтиво имперфетто. При помощи конжунтиво имперфетто и выражается именно это предположение, желание, воля, изъявление. «Если бы» вторая часть «то случилось бы то-то» выражается при помощи кондиционале презента или семплича. «Если бы ты смог, ты бы переехал в Италию» или «переехала бы в Италию». То есть вот еще же может такое случиться, так сложится обстоятельство, что у тебя будет такая возможность. «Вот если бы такое случилось, ты бы переехал в Италию». К этому же второму типу перевода «ипотетику» относятся гипотезы, которые не могут осуществиться ни в настоящем, ни в будущем. То есть высказываются какие-то нереальные предположения, но речь все-таки идет о настоящем или будущем, не о прошлом, заметь. В таких случаях мы тоже используем конжунтиву имперфету в паре с кондиционале презенте. Семплича. «Если бы твой муж был невидимым, ты бы его все равно любила?» Ну, мы понимаем, что муж не может стать или быть невидимым. Это неосуществимая фантазия. Это нереально. Но помечтаем, вот если бы так случилось, ты бы его все равно любила? Тоже второй тип. Но если речь идет о ситуации, которая уже не была реализована в прошлом, используется конжунтиву «трапассато» и пара к нему кондиционале «пассато», оно же «компосто». Это период уипотетику третьего типа. Если бы на прошлой неделе я выиграла или выиграла бы в лотерее, то вчера я купила бы машину. Все, лотерея прошла на прошлой неделе. Я не выиграла. И вчера машину я не купила. Ничего не осуществилось. Наличие слов «ieri» и «la settimana scorsa» не обязательно. Главное, что речь идет о том, что не осуществилось в прошлом. Вот оно уже не осуществилось. А мы мечтаем. А вот если бы, вот если бы тогда я выиграла, вот тогда бы я купила. Этого нет, этого не случится. Об этом бессмысленно мечтать. Это уже не мечта, это как бы сожаление. И, как видишь, используется «condicionale composto» в паре с «conjunctivo traposato». То есть два составных времени. Но бывает и так называемое, встречается нам период «ипотетику misto» смешанного типа. Когда «conjunctivo imperfecto» используется в паре с «condicionale composto». И наоборот, «conjunctivo traposato» в паре с «condicionale semplicio». Ну вот, например, «siavesi studiato medicina ora sarei un dottore». Если бы я изучал медицину, вот изучил ее когда-то там, да, то сейчас бы я был доктором. То есть вот то, что я не сделал, этого уже не исправить. И оно выражается составным. «Condjunctivo traposato». Все, пусть ушел. Но доктором-то я, в принципе, еще могу быть. Я могу еще поучиться. Поэтому вторая часть, «sarei un dottore», «я бы был доктором», выражается «condicionale semplicio». Потому что, ну, в принципе-то это еще возможно, да, это еще мечты. «Se Alessio non fosse coserico, Angela non lo avrebbe sposato». Если бы Alessio не был так богат, то Анджела бы за него не вышла замуж. Но вот Alessio, он же богат и был, и сейчас, то есть он по жизни богат. А Анджела вышла за него замуж в какой-то там момент прошлого. Так вот, если бы Alessio не был богат, в принципе, да, вот здесь у нас идет «conjunctivo imperfetto» – «non fosse». То Анджела вот тогда не вышла бы за него замуж. То есть вот этот поезд уже ушел, она бы уже не вышла за него замуж. И это уже «condicionale compostum». Ну, вот это, пожалуй, все в общих чертах. Может быть, примеров не так много, но на самом деле ты наверняка встречаешь в учебниках, в каких-то пособиях много заданий. И тебе нужно вставить «conjunctivo» определенного типа и «condicionale» определенного типа. И вот этот урок, мне кажется, тебе подсказка, так он задает направление. А дальше ты уже рассуждаешь всегда в одной и той же логике. И это условие, если это условие, то это вообще у нас изъявительное наклонение, да, и дикативу. Это первый тип периода ипотетику. Если это предположения, которые могут сбыться, ну, теоретически, даже если это сказка, сказочные условия, но это еще может, это еще впереди, да, это сегодня, завтра, через год может сбыться, то это у нас периода ипотетику. Ипотетику второго типа, и это простые «condicionale» и «presente», «condicionale imperfetto», «conjunctivo imperfetto» и «condicionale semplici». А вот если это уже не произошло, да, а мы вот говорим, вот если бы оно тогда бы произошло, тогда составные времена идут, ну, грамматические времена. «Conjunctivo trap passato» и «condicionale passato» он уже, компостом. И если у нас ситуация такая вот смешанная, то и будет смешанного типа периода ипотетику. Тут уже нужно смотреть именно по смыслам, отталкиваемся от смысла, да, мы понимаем, как, насколько во времени это все, это прошло, или это еще может осуществиться. Вот от этого мы, то есть от этой логики мы отталкиваемся. Я надеюсь, что мои объяснения помогли тебе разобраться с периодовой ипотетикой разных типов. Если это так, то я очень рада, мои уроки для того и существуют, для того я их и делаю, чтобы помочь тебе разобраться с итальянской грамматикой. На этом я с тобой прощаюсь. A presto. Ciao. Ciao.